На заканте того дня, как закончишь все дела. Уютный вечер в кругу друзей. Именно так говорили о музыкальном марафоне песни и желаний его участники. В минувшие выходные на плеском Дабаркадере собрались любители авторской песни, чтобы глотнуть волжского воздуха, пообщаться с единомышленниками и исполнить на большой сцене пару-тройку композиций собственного сочинения. И встретил двух своих друзей. Подвези немного, путь такой далек. Авторская песня была и остается вне времени. Про музыку, идущую от сердца, нельзя сказать, что она не актуальна. Поэтому исполнители очень обижаются, когда слышат, что бардовская песня непопулярна. Как может быть непопулярна музыка, которая не зависит от контекста? Но с тобою верный конь и конь, так вперед ночной комбой. Хотя некоторую дань времени отдавать периодически необходимо. Сами барды признаются, что изгиб гитары желтой уже совсем не тот. Пора придумывать что-то новое. Обязательно новое. Вот мне вот, знаете, вот когда поют песню там, как здорово, что все мы здесь. Это уже старушка песня. Ну, что-то надо, куда-то ведь надо развиваться, да. Но в этом, именно в русле, в этого жанра. Специальным гостем творческого вечера стал Сергей Кривчиков. Ивановский певец и музыкант, в разные годы работавший с такими известными исполнителями, как Григорий Лепс, Игорь Тальков, Александр Серов. Сергей признается, в его жизни были и трудности, и огорчения. Но песня всегда спасала. Хотя именно пение стало причиной его размолвки с Александром Серовым. В конце нашей деятельности с Александром Серовым были проблемы. Он человек сложный. Тем более я работал со своей песней в первом отделении. А когда меня стали принимать не хуже его, даже лучше, он сказал, ты больше не поешь, только как музыкант. Я работал бас-гитаристом у него. И после этого я говорю, Саша, я не могу работать, потому что мне нужно свое творчество, мне надо как бы себя. Я пишу песни, я исполнительную. Мне, музыкантам, быть неинтересно. Сергей с большим уважением отзывается о музыкандах, с которыми ему приходилось работать. Но уверяет, дело вовсе не в славе. Просто хочется самому поделиться тем, что творится в душе. С глазу на глаз рассказать зрителю о своих мечтах и переживаниях. Свои слова певец практически сразу подтвердил сильным запоминающимся соло. Вы счастливая, когда дна на склоне дня. Вышли такая гордливая, и не взглянули на меня. Настоящим открытием этой музыкальной встречи стал юный Глеб Белов. Девятилетний мальчик впервые выступал на большой сцене со взрослыми исполнителями и сразу привлек внимание зрителей. Он не только пел, но и аккомпанировал себе на скрипке. Родители не нарадуются. Музыкальные пристрастия у ребенка совсем не детские. От классических сонат до французской эстрады. Среди любимых исполнителей Джо Досен и Мерей Матьё. Глеб не только сам подбирает музыку и песни для исполнения, но и осваивает все новые инструменты. Фортепиано, скрипка, на синтезаторе учится, потом пытается уже на гитаре. Еще хочет освоить саксофон. Зрители, останавливающиеся послушать выступления бардов, не спешили уходить. Живая музыка быстро стала жилаевым фоном для прогулки. К сожалению, очень мало видела. Ну, просто приятно. Приятно посмотреть, приятно погулять, послушать. Есть люди, которые играют на гитарах, поют свои песни, сочиняют. Но почему бы им не выйти на большую сцену и не показать, что они умеют. Тем более в таком дачном, курортном городке, как Плёс. Песни желаний звучали в Плёсе до вечера. Успех музыкального марафона решили закрепить. Теперь в мыслях организаторов вывести его на всероссийский уровень. Главное – место проведения оставить неизменным. Анастасия Николаева, Нина Сардейская, Алексей Гарин, РТВ Иваново.